Смышечный тонус, вот тут видишь, как стянуто. Так, Ирина, на что жалобы? Тошнота там, боли, что? Какие боли? Ну да, я здесь прибежала на работу, меня как бы тошнить начало. Тошнит. Боли в животе. В каком именно месте? Вверху. В области желудка? Да, к желудку подошло. Ага, понятно. Боли ноющие, тянущие, постоянные, периодически. Мне постоянные. Периодически вот так вот. Вот смотри, что у нее тут делается. Тут ее все искривило. Вот, видишь, приподнято. Видишь, вот. И вот тут отечно все. Отечно все тут. Вот. Отечно все. Так, тут линия лопатки. Лопатка. А вот край вот. Видишь, какая разница? Вот край лопатки. Меньше, видишь? Это больше, в сторону ушла туда. А это вот, она в тонусе. Все. Меся. Тебя упала, такая, ничего страшного. Животик еще пока не греет. Вот так тепло. На аппликаторе лежишь, вот это место на аппликаторе. У тебя тут отечность идет, вот тут отечность идет. Ну, что-то какой-то небольшой воспалительный процесс идет. А здесь, видишь, как хорошо, совсем мало чувства, но вот здесь вот чувствительность разная. Здесь за счет отека одинаково. Здесь вот как через вату, вот за счет отека. А отек идет, потому что стянутые мышцы, неправильное кровообращение идет, иннервация. Сейчас я ее разогрею все и вытяну все. Тяжелое поднимало, немножко диски сместились. За счет этого вынужденное положение пошло и нарушилось кровообращение. И вот так вот. И вот так вот. Ну, конечно, причиной всему остеохондроз. Изменение структуры самих позвонков. Так, вот ты сейчас лежишь, а ощущение пульсации есть в животе? Послушай. Хорошо, мы немножко, значит, подправили. А если было ощущение пульсации, значит, не на месте все, да, это плохо. То есть, если человек лежит на животе, и он чувствует пульс в животе, это плохо? Да, это плохо. Значит, у него все равно артерия не есть. Да, не на месте, значит, смещен кишечник. Ну, то есть, возможно, там может смещаться. Чем плохо смещение кишечника, нарушается его перистальтика. То есть, или ускоряется, там же он выслан весь гладкой мускулатурой. Или же он ускоряется, работа, то есть перистальтика ускоряется. Или, наоборот, замедляется. Это ведет к запорам или теории? Это ведет к запорам, поносам. Если ускоряется, то поносам перистальтика. А если, ну, моторная функция, да, если замедляется, то наоборот запор. Он же очень кровообращен, очень сильный этот орган. В пищеварении все происходит в кишечнике. Все, прощепление там и белки, и жиров, и пищеварение не в желудке. В желудке только химическая обработка пищи. Все. А все пищеварение – это кишечник. Орган достаточно подвижный. А женщины у нас тяжести очень любят, потому что больше нынком. Вот и получается, что мучаются потом и с тошнотой, и со спиной, и с животом. Вот видишь, как я усиливаю кровоток сильно, мощно, чтобы поправить диски, растянуть позвоночник. Мы в основном работаем на диске, потому что позвонки они неподвижны, а диски – это амортизаторы в организме, то есть в опорно-двигательном аппарате. А они уже практически в 40 лет претерпевают изменения. Поскольку йогой же мы не занимаемся, не растягиваем, не занимаемся позвоночником, ну вот и приходим к этому к 40 годам, у кого-то и раньше. – Тихо, тихо. – Так, вдох, ведох. – Тихо, тихо. – Так, головку на другую сторону. Так. Вдох, выдох. – Больно? – Ну да. – Неприятно. – Неприятно, да. – Неприятно это очень. – Так. Ручку вот сюда, под головку с кем скипает? Вот так. Под головками на весу. Так, эту ручку сюда. – Отойдите в насеку. – Угу. – Так, все. Что можно теперь делать. – Так. – Что я встаю? – Так, вгибокий вдох и медленный выдох. – Давай. – Вдох, выдох, выдох. – Так. Еще раз. – Так, хочу бериться, не надо. – Ага, все. – Хорошо. Вдох-выдох. Очень больно, но тут уже склерозированы изменения от того, что в норме-то она должна быть эластичная ткань. А почему она так хрустит? Потому что при недостаточной кровообращении соединительная ткань склерозируется. Это уж совсем, конечно. Я чувствую уже боль. Сейчас я пока тебе посмотрю вот тут вот у нас. Так, давай мне ручку, головку на плечок, головку на плечок. Сейчас проверим. Более-менее нормально. Но раньше было лучше. Проходит сколько-то, слава богу. Так, все, ручку можно так. Так. Угу. Сейчас второй. Подходи. Так мне-то как подходить. Так, клади. Угу. Угу. Вот здесь лучше. А с левой стороны отек не дает. С правой. Вот смотри. Сейчас еще покажу раз. Расслабься. Видишь? Тут лучше. А тут не дает отек. Вот здесь отек он не дает. Угу. Так, дай-ка я еще... Тут отек держит очень сильно, мощно вот здесь. Так, ну-ка, расслабься теперь. Пульсирует. Все. Отлично. Все. Крем. Угу. Угу. Пощипет по началу. Потом ничего. Тоже руки хочу повернуть. Потому что тут тоже что-то всю сумку стянут. Чтобы помягче было. Ну, если все нормально, часик этого держим. Угу. Сейчас не кружится, когда она не тошнит. Нет. Хорошо. Так, немножко масла, чтобы... Кожа очень тонкая, нежная. Поэтому мы ей немножко масла сверху, чтобы сильно не затягиваем. Если у тебя будет еще ощущение, что болезненное, пусть там узистка, если там есть уплотнение, или просто кишечник уже так перекрутило, или же там еще. Так тоже, если мало или сильно, приходите. Отнутри, может даже не прогиблить. Понимаешь? Не будет? Ну и все. Все? Окей. Окей, доктор Люсь. Что это? Я теперь сюда пойду. И шучу, что делать. Нет, дорогой, у меня руки такие в кремах. Нельзя их загладить. Сейчас посмотрим, что у нас тут. в кремах. Ух ты. Видишь, как палец дергает? Видишь? Видно? Да. Видишь? А тут еще сильнее. Видишь, как? Видишь? Желудок вверх, немножко вверх. Органы же они подвижные, внутренние. И немножко вверх, кишечник и желудок. И мало того, что тоже все в тонусе, внутренние органы. Артерия. А должна она быть вот здесь? А вот, видишь, она где? Вот она. Палец даже видно. Ну, вот в норме она должна здесь, посередине. А если она настолько выше, значит, соответственно, смещено все. Больно, неприятно. Ну, вчера еще, как бы, и сама попыталась, так немножко больно живот. Больно вам сейчас, да? Так, немного. Никто не признанялся. Завтра, наверное, больнее будет. Да, завтра, наверное, будет больнее. Так, сейчас, значит, вдох. Глубокий и медленный выдох. Вот, отлично. Еще раз вдох. Медленный выдох. Отлично. И третий раз вдох. Отлично. Угу. Так, еще раз вдох. И выдох. Переставьте-ка, хорошая. Так, пока греет, все, ходим. Если чувства такого сильного дискомфорта не будет, просто тепло, то все, ходим, пока греет. Потом снимешь, чтобы у нас не болело, более-менше было. И кровообращение улучшилось. Смотри-ка. Субтитры сделал DimaTorzok